Пресс-центр ТАСС, Тверской бульвар. В этих стенах состоялась ежегодная пресс-конференция с участием председателя Российского исторического общества. В рамках мероприятия Сергей Нарышкин анонсировал планы РИО на год 2023. На сегодняшний день Российское историческое общество объединяет в своих рядах более 150 академических институтов, высших учебных заведений, музеев, архивов и библиотек по всей стране. Работа общества традиционно строится во многом вокруг крупных исторических юбилеев и годовщин, привлекающих к себе широкое общественное внимание. В этом году большая часть таких дат отсылает к коренному перелому в Великой Отечественной войне. Это прорыв блокады Ленинграда, победы под Сталинградом и Курском и, конечно, 80-летие окончательного освобождения Донбасса от оккупантов. Реализация просветительских проектов в Новороссии, как и восстановление музеев, разрушенных украинскими националистами, является для нас одним из важнейших приоритетов. Шаг за шагом идёт реконструкция здания филиала Мариупольского краеведческого музея, бывшего музея Куинджи. Завершается обновление экспозиции Луганского краеведческого музея. Кроме того, по поручению президента стартовала работа по передаче археологического музея «Каменная могила» на территории Запорожской области в ведение Федерального музея-заповедника «Херсонес-Таврический». В целом, если говорить об отечественной археологии, то в последние годы она демонстрирует весьма высокие темпы. Серьёзных результатов удалось достичь и по линии развития исторического образования. Объём преподавания истории России на неисторических направлениях подготовки увеличился практически двукратно. Мы хорошо понимаем, что история сегодня стала полем битвы, и чтобы выйти из этого сражения победителем, необходимо знать историю такой, какая она есть и какой она была на самом деле. И это в буквальном смысле касается всех – и будущих инженеров, и медиков, музыкантов и экономистов, каждого, кто получает высшее образование в нашей стране. По этой же причине, по поручению президента, началась подготовка новой единой линейки учебников по истории России для средних школ. Одной из главных целей нового учебника, рассказал сопредседатель РИУ Анатолий Таркунов, станет синхронизация курсов всемирной истории и истории России. Также ректор МГИМО обратил внимание на важность столетий нелегальной разведки – одной из приоритетных тем российского исторического общества в 2022 году. Конечно, для нашего исторического самосознания, для воспитания патриотизма – это исключительно важная дата. И российское историческое общество, во многом по инициативе Сергея Генчина, при нашей самой активной поддержке в прошлом году, огромную работу в этом направлении провело. Это и документальные выставки, это и открытие памятных досок на местах проживания наших известных разведчиков. Это и выпуск многотомного издания, связанного с жизнью деятельности отдельных выдающихся деятелей советской и российской разведки. Короче говоря, это довольно большая работа, которая, как мне кажется, очень важна, в том числе и с точки зрения общего понимания истории и воспитания, конечно, патриотизма. Нынешний год объявлен годом педагога и наставника. В феврале стартует международный конкурс педагогического мастерства «История в школе. Традиции и инновации» и всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью. Одним из важнейших проектов исторического общества уже на протяжении нескольких лет является подготовка многотомной истории России. В будущем году мы рассчитываем при содействии Минобранауки и издательства «Наука» выпустить первые тома этого издания. Так что через год у нас будет уже, я надеюсь, повод поговорить об этом еще более предметно. Я имел честь и удовольствие говорить об этом проекте перед президентом на нашей встрече 4 ноября. И был, сказал бы так, весьма воодушевлен той заинтересованностью и той поддержкой, которую тот оказал этому проекту. Отметили на пресс-конференции деятельность фонда «История Отечества». Ежегодно он оказывает поддержку наиболее качественным историко-просветительским проектам, отбираемым на конкурсной основе. В прошлом году таких проектов было 208. Мы традиционно поддерживаем ряд конкурсных направлений. Это и издание научно- и научно-популярных исторических трудов, это общероссийские и международные мероприятия, выставки и экспедиционная деятельность, поддержка съемки документальных фильмов, создание интернет-проектов. Приоритетное значение для РИО в 2023 году имеет и взаимодействие российских историков с коллегами из стран Азии и Африки. Так, в июле в Петербурге пройдет саммит «Россия-Африка», а на октябрь запланирован Восточный экономический форум в Владивостоке. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова